Всем привет, друзья и гости канала! Мы с вами продолжаем любоваться храмом в буддийском стиле, а также смотреть, что не только мы с вами любуемся, да, но и народ начал посещать этот храм. Ну, я думаю, это достопримечательность вот этого вот бедного района. И, как вы видите, наш бедный район тоже начал более-менее развиваться. Хотя вот кирпич студия мы несчастны. Почему? Нам нужны срочно магазины или мы уедем. А вот здесь вот смотрите, здесь есть отличные магазины. Короче говоря, одним нравится, другим не нравится. Может быть, им нужны какие-то специфические магазины? Секс-шоп какой-нибудь? Так, мы видим, что у нас с вами желтая иконка, это образование. И по образованию у нас с вами советник говорит, что нехватка рабочих. Вот интересный вопрос. Дело в том, что у нас 53 тысячи человек. Это, пожалуй, максимальное количество человек, которые у нас с вами вообще здесь было когда-нибудь. То есть народ сюда въезжает, живет, но работать никто не хочет. Я так подозреваю. Потому как мы с вами ни промышленность, ни коммерцию не развивали. Куда делись рабочие? Возможно, они уезжают в соседние города. Так, давайте мы назначим с вами мероприятие. Последняя выплата, что-то там 21 тысяча, но я не помню, что мы с вами делали. Последний раз, то ли мы так рос, то ли спортивная, то ли возможно рок-концерт. Короче говоря, давайте запланируем рок-концерт. Также запланируем в театре у нас театральный сезон, откроем. Так, стоимость 6 тысяч, да? Не вопрос. 6 тысяч это не вопрос. И хотя у нас уже 3 900, чуть-чуть понизилось, да? Но я думаю, что процессорный завод, который сейчас работает более-менее, сплавов полной пластика, восстановит баланс еще к концу дня. Так, промышленное и жилое счастье. Ну что же, нам советуют еще разметить жилых зон. Я, в принципе, не против. Давайте посмотрим, где мы с вами можем их разметить. Ну, скорее всего, вот здесь вот. Вот здесь мы разметим. Да, вы видите, что вот здесь у нас стояла раньше клиника, которую я убрал. Убрал, так как вот эта вот клиника более-менее сплавляется лечением 6 пациентов. К этой клинике я еще добавил 1 автомобиль, то бишь 2 автомобиля, да? Еще один гараж на 2 автомобиля. Возможно, даже еще нужно поставить, так как город все-таки развивается, и я думаю, что давайте, наверное, поставим где-нибудь. Так, но желательно где-то так поставить, чтобы ничего не сносить. Ну, придется все-таки вот эту вот хибарочку. Доступно страховое медицинское покрытие для соседей. Да каких там соседей тут хотя бы себе обеспечить? Вы видите, 2 смерти за день. Но для такого города из 53 тысяч человек, мне кажется, 2 смерти это, ну, приемлемый результат. Хотя, если у кого-то любимая бабушка умерла, я думаю, он не согласится, что это приемлемый результат, да? Но я думаю, что все равно смертей невозможно избежать. Кто-то просто от старости умер, например. Так, ладно. Давайте смотреть. Нам нужны жилые зоны. И жилые зоны, пожалуй, мы с вами будем проводить вот здесь, вот к парку поближе. Да что там говорить? Давайте вот мы полностью вот так вот сделаем. Здесь у нас будут богатые жить. Вот здесь, пожалуй, тоже. Так, и посмотрим. У нас вот есть дорога, которая идет по побережью. Просто прекрасная дорога. Мне кажется, здесь жить просто счастье. Смотрите, да? Взглянуть в бесконечность. И мы с вами сделаем тогда вот здесь вот тоже небольшую зону. Ну и хотелось бы, конечно, сделать какие-нибудь магазины, но из-за того, что у нас модернизируйте дороги, чтобы увеличить плотность. Но пока что я не собираюсь слишком сильно увеличивать плотность. Мне пока что вот такие вот домики небольшие нравятся. Пускай будут. Да, так вот, из-за того, что у нас с вами туристы прут, все коммерческие здания становятся отелями, мотелями и таким, короче говоря, обслуживающим туристов какими-нибудь организациями. А магазины все закрываются. Так, что мы можем по этому поводу с вами сделать? Мы можем увеличить промышленность. Тогда появятся у нас магазины, да? Но слишком сильно увеличивать промышленность тоже не хотелось бы. Кстати, налоги выше нормы. Но на самом деле 12 процентов не настолько они выше нормы. Недостаточно места для увеличения плотности, но это так. Высокие доходы от туристов. Гостиница Клоповник. Кстати, ну-ка. Ну, я согласен. Лоукост мотель. Такие тоже нужны, кстати, да, оказывается. Не только вот такие вот крутые. Налоги слишком высоки. Да что ж такое с налогами-то? Ну, 12 процентов. Разве это много? Ну, давайте понизим. 11 процентов. Так, ждем, когда вот сюда будут въезжать новые жители и, возможно, кто-то из них тогда заинтересуются поиском работы. И у нас тогда вот здесь вот прием на работу, да? И вот здесь то же самое будут учителя и профессура. Короче говоря, туда пойдут и наконец-то у нас могут учиться тогда студенты. Хотя вот в среднюю школу и в начальную школу ходят учителя. Завершено строительство первого офисного небоскропа в Лаки Пойнт. Сотни клерков вскоре будут выбирать между красной и синей таблеткой. Так, где же это офисное здание? Кто его знает? Здесь все такие, смотрите, высокие, да? В высотке. Вот это вот может быть. Ремингтон Скай. Кто его знает где? Но здесь у нас жилые здания. У нас вот здесь вот коммерция. Мы можем вот так вот посмотреть. Нет, это у нас жилое. Вот оно. Супермаркет, кстати. Вот здесь у нас отель по дремлю. Смотрите, все радуются. Офисных зданий что-то я не наблюдаю, откровенно говоря. Бодрый францисканец. Высокие доходы от туристов. Ну, короче говоря, всем нравится. Мне тоже, как мэру, это будет очень нравиться. Так, тут у нас люди протестуют низкая стоимость земли. Также мы видим, что наметилась у нас утилизация пластика. Склад заполнен. Ну, на самом деле здесь ничего не заполнено. Так, тут у нас чего? То же самое успели. Автомобили успели вывезти. Будем надеяться, что вот сюда они также успеют привезти. И здесь у нас будет безостановочное производство. Да, впрочем, мы в каждой серии с вами надеемся. Да, но не всегда получаем. И мусорных баков мы с вами собрали практически все. Смотрите, просто здорово. Вот только с утиль сырьем. Небольшой напряг. Так, ладно, пока что мы мусор не будем с вами трогать. Нехватка рабочих. Ну, рабочих давайте мы еще ускорим. Обождем еще один денек. По идее, должны скоро появиться рабочие. Так как вот сюда активно начали въезжать. Новые жители. И мы видим, что 54 тысячи человек. У нас с вами 54 тысячи человек. Просто офигеть. Так, и я хотел также посмотреть. У нас тут есть карта здоровья. Что у нас тут со здоровьем? Вот на процессорном заводе, да? Наибольшая проблема. Я так вижу. Зомби сбежали из карантина. Может быть, они уже у вашей двери. Смотрите далее в 11.00. Хе-хе, здорово. Я бы хотел посмотреть на зомби. Это здесь что ли? Два травмированных в палате. Но не похоже на зомби. Вот у нас какой-то вертолет тут чего-то освещает. Показывает свет правосудия на преступлениях. Да нет. Полицейский вертолет. Если зомби где-то избежали, то мы с вами пока что их не увидим. Пока они чего-нибудь такого не надворят. Хе-хе, было бы интересно, да? Посмотреть зомби-город. Хе-хе, апокалипсис нау. Так, ладно. Мы с вами смотрели на карту здоровья. 363 тысячи выручки. Опять у нас с вами 4 миллиона. Это здорово. Вот здесь у нас небольшая проблемка. Здесь небольшая проблемка. И, собственно, больше нигде. Да, вот тут кто-то умер в непосредственной близости от нашей клиники. Что странно. Ну и тут вот тоже один больной персонаж. К чему все это я смотрел? Я дело в том, что думал, может быть, нам с вами построить уже действительно серьезную клинику, больницу вот такого типа. Но я пока что не вижу особых таких предпосылок для того, чтобы ее оставить. Она очень дорого стоит в обслуживании. И пока что мы видим, что вот такая вот небольшая клиника совсем справляется. Возможно, когда у нас будет еще больше народа здесь проживать, возможно, тогда мы с вами где-нибудь и поставим. Желательно поближе к жилой зоне. Так, и я думаю, что если ее где-то и ставить, то, вероятно, вот здесь вот. Смотрите, да? Тогда мы охватим с вами вот эту вот половину города полностью. А клиника вот эта вот будет охватывать вот эту вот часть. Вот единственное, что мы отсюда не сможем охватить вот эту промышленную зону. Но, в принципе, я думаю, что это приемлемо. Все-таки больше всего больных персонажей вот здесь вот находится. мы с вами видели, да? Ну, а вот этот вот завод, он просто сам по себе не располагает к здоровью. Да, я думаю, что любая работа не располагает здоровью. И мы наблюдаем тут пробочку. Давненько, кстати. Мы такого с вами не видели. Давайте посмотрим. Отличный отпуск направляется домой. Так, ну что ж, я рад, что людям нравится. И вот здесь у нас пробочка. Все туристы, короче говоря. Здесь у нас... Короче говоря, когда туристы начинают выезжать из нашего города, здесь у нас появляются проблемы. Так, опа! Неактивная клиника или больница. Почему она неактивная? Закрыто прием на работу. Да что ж такое? Зомби рассыпаются на солнце. Прошлой ночью восстали зомби, съев мозги шестерых. Выжившие говорят, что счастливы возвратиться к своим телевизорам. Да не сами, как зомби, мне кажется, когда сидят. Причина съели всех зомби. То есть здесь жило шесть человек и их всех съели зомби. Круто. И этих тоже зомби съели. Закрыто на день. Причина съели зомби. Да. К сожалению, мы с вами не увидели сам процесс поедания. Было бы интересно. Так, нанялись. Сюда нанялись или нет? До сих пор прием на работу. Ну ладно. 52 тысячи человек. Неужели никто не хочет пойти и и преподавать студентам чего-нибудь умное такое, да, светлое? похоже, никто из этих вновь прибывших. Чем они вообще занимаются здесь? Дела идут хорошо. Здесь есть отличные магазины, но я рад, что вам нравится. Крайне рад, вот только я не рад, что у нас институты не работают. Но раз они не работают, но нет, все-таки я только что подумал, что мы можем сейчас с вами все это дело снести, но давайте, наверное, все-таки до 100% мы с вами доработаем, как говорится. Туристы до сих пор выезжают. Так, и я думаю, что, наверное, все-таки нужно еще где-нибудь поставить жилых зон. Здесь у нас расширяться будет мэрия, возможно, сюда, в эту сторону. Тут у нас уже отстроился Вудланд Парк, который, кстати, радуется, что у них есть отличные магазины. Так, где мы еще с вами не ставили? Полицейский участок скорее всего или сюда будет расширяться. Ну-ка, давайте проверим, что мы можем расширить камеры в верхний этаж, камеры нижний этаж, центр предотвращения преступлений. У нас с вами уже есть детективный отдел арестовывает людей, совершающих преступления. Где мы можем поставить? Мы можем его поставить только сзади. Таким образом будем сносить вот это вот здание, чего мне, откровенно говоря, не хотелось бы. Такое серьезное здание сносить. так, ладно. Мы сами выяснили, что вот здесь мы можем свободно поставить еще одну жилую зону. Так, хорошо. Вот здесь вот может быть какой-нибудь небольшой домишко построиться. тоже ставим. Тут у нас ничего не построится, я в этом уверен. Скорее всего мы какой-нибудь или парк или что-нибудь такое с вами поставим. Интересное, красивое. Ну и вот здесь вот есть место, но вот это вот место мы сэкономим. Для чего-нибудь такого посмотрим, что там у нас по нуждам будет. Опять закрыто на работу прием. И здесь прием на работу хотя бы клиника наша работала. Ну вот начальная школа тоже работает. Так, ладно. Жилые зоны мы с вами разметили. Включаем немножко скорость. Последняя выплата 35 тысяч. Назначаем еще раз мероприятие. Вот здесь мы назначим с вами мотокросс. Так, и ждем, смотрим. Кстати, вот этот вот завод по производству процессоров последние пару дней меня радует, что сюда доставляется все вовремя. Да здесь тоже работает. Ожидает начала смены по уборке мусора. Пока что здесь все в порядке. Хотя конечно же нам с вами далеко до того, чтобы получить здесь полтора миллиона. Но как вы уже знаете, если мы посмотрим обзор регионов и посмотрим также на крупный проект, мы видим, что у нас крупный проект, так скажем, завис. из ручьи что вот эти города на этом месте уже начали строительство аркологии. Если мы зайдем посетим вот этот городок, то мы с вами из этого города сможем увидеть, что аркология уже начала строиться и наверное уже первый этап заканчивается. вот почему мы не можем с вами построить на том месте космический проект космопорт и что с этим делать откровенно говоря, я пока что ума не приложу. Вот вы видите, да, у нас тут аркология, хотя с нашего города здесь пустое место и мы с вами заплатили миллион, чтобы нам разрешили строительство космопорта. Короче говоря, это глюк игры, к сожалению, пока что он никак не решаем. Ну и раз мы с вами уже заскочили в этот городок, давайте взглянем, что здесь да как. Вот мы видим, что у нас тут аэропорт функционирует, 242 туристов ожидают отправления туннели. Кстати, промышленная часть, корпорация клон, IP-клон. Неплохо все организовано. Ничего лишнего вы видите, да? Полностью занято место, никаких там пустырей и так далее. И здесь же у нас предприятие электроника, 500 тысяч дневной доход. Ну здорово. Торговые операции, хотя вот я вижу минус 22 тысячи и жилая зона. Кстати, здания такие довольно-таки современные. У нас, кстати, зданий таких еще нет. Люди продолжают умирать. Это ужасно. Да, я с вами полностью согласен, что это ужасно. Но что поделать? Селяви, как говорится. Торговый порт даже есть. Отличный, просто городок. Просто отлично. Это что такое у нас? Шикарное казино. Ну давайте взглянем, как оно выглядит. Кстати, из него смотрите, какой открывается просто интересный вид, да, на пустоши на какие-то. Ну прям как Лас-Вегас какой-то, который находится в пустыне, как вы знаете, так и здесь. И Сиднейский оперный театр даже есть. Здорово. А что тут за мероприятие? 100 тысяч, стоимость мероприятия 53 тысячи. Опера. Так, ну ладно. Это все здорово, конечно же. Мы с вами посмотрели соседский город, но проблема в том, что мы с вами не можем встроить крупный проект. Это конечно же не очень хорошо. Придется наверное с этим просто смириться. Просто развивать мы с вами будем город, когда здесь будет максимальное количество населения и минимальное количество проблем, я так думаю, что мы будем с вами стремиться где-то к полумиллиону населения, то тогда мы будем считать с вами, что мы оставим этот город, короче говоря, мэр уйдет на пенсию и оставит город какому-нибудь своему преемнику. Будем считать, что сериал этот закончен. А, кстати, вот он, вот же это здание. Я просто из-за вот этого здания не увидел. Вот это действительно, смотрите, современное, супер крутое здание. Я согласен с выпуском новостей, но опять говорят, налоги слишком высоки, да что ж такое. промышленная коммерческая зона 11%, это совсем невысокие налоги и промышленность 12%. Даже не буду я снижать, даже несмотря на то, что вот это вот здание возможно нам придется снести, когда отсюда все уедут. Но выглядит оно просто здорово. Да и вот это вот тоже, смотрите, да, вот у кого-то здесь пентхаус, бассейны, фонтаны, отличное здание, что тут скажешь. Так, ладно, ну что же, я думаю, что на этом мы будем с вами прощаться. Так, что у нас тут. Ну, так себе, нормальная, нормальная посещаемость. Здесь тоже самое, да, люди ходят радуются, молятся, молятся, возможно, просто смотрят. Здесь я даже видел, кто-то зарядку делал с самого утра. Йогой, наверное, занимался. Так, ноль нанялись, это здорово, а здесь в институте нанялись? Да. Хотя у нас жителей вроде бы как и не прибавилось, как было 52 тысячи, так и осталось, но все же нанялись люди туда. И мы видим, что у нас появилась новая проблема, это канализация. Очищена 100%, но вот мы видим, что у нас скоро будет желтая зона. Так, и мы также видим, что очищены источные воды. У нас вот этот вот фильтр забился. может мы его с вами снесем до новой поставим, да? Резервуар для сточных вод. Ну-ка давайте провернем. Типа старый убрали, ржавый и поставили вместо него новенький. Собственно, больше мы тут с вами ничего не сможем сделать. Ну, вот сюда можем расшириться, но я бы не хотел сносить вот это вот какое-то тут то ли здание, то ли что это такое, то ли какой-то заводик маленький и даже вот один и второй. Но если нам будет не хватать, а это действительно так будет, то, конечно же, у нас вот есть возможность еще два фильтра поставить, два отстойника. 131 175 продать соседним городам. Да, не хочу ничего продавать. Пока что давайте мы соседних городов не будем с вами получать сточных вод. Нам хватит того, что вот воду мы можем продавать и собственно мы так и делаем. Поставки 30 у нас написано. А вот канализацию из соседних городов нету Шувольте. Хватит нам собственной канализации. И, кстати, вместо того здания, где всем съели мозги зомби, вот строится какое-то красивейшее здание. Мне нравится. Здорово. Город все красивее и красивее у нас с вами становится. Вы только взгляните на вот эти сглаженные современные вместо вот таких квадратных коробок у нас вот такие здания строятся. Просто красотень. Так, мотокросс у нас запланирован. Здесь у нас запланировано. Все в порядке. Что тут нам говорят? Ну, баков утильсырья. Но все это из-за того, я думаю, что у нас пробки вот здесь были. Так как в нашем городе я буквально в каждой серии смотрю, что мы свой город очищаем. Мы не очищаем, похоже, просто соседние города. Автомобили ездят в соседние города и почему-то у них там не успевают. Но тут я никак не могу повлиять на это. Могу больше машин, конечно же, пустить туда, но тогда я боюсь, что в нашем городе будет меньше автомобилей. тогда мы наш не будем очищать с вами, поэтому пускай так, как есть. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.